EPS Consulting продолжает сотрудничество с IT-компанией из Украины, чтобы помочь ей выйти на новый этап развития через работу с групповым сознанием. Ведь с ростом бизнеса должно меняться и мышление всех ключевых участников этого процесса. После встреч с собственниками, наши психоаналитики приступили к работе с руководителями отделов. В качестве основного инструмента мы выбрали нашу авторскую разработку «Игру Inception», которая способствует поиску новаторских нестандартных решений для бизнес-задач. Давайте я коротко представлюсь. Меня зовут Кудрявцева Кристина. Я являюсь психологом, руководителем Европейской школы психологии, в рамках которой мы работаем с вашей компанией. И у нас Светлана, руководитель EPS Consulting, помощь юнит, который занимается работой с бизнесом, в частности. Можем пойти следующий путь, когда каждый из вас формирует свой запрос на игру. Он тоже связан с компанией, конечно, но он связан, не знаю, например, хочу, чтобы сделать вот такой вот продукт и так-то его продать, и так-то улучшить, и так далее. Каждый по своему направлению. Давайте пропоную одразу единую цель, потому что мы сейчас, как всегда, пойдем. Кто в лес подарила, кто подарила, и в Жори будет продукт, у меня будет масштабование, в Володе будет дедлайн, Стаса будет ворон. Давайте. Можно в деньгах ставить цель? Как ты говоришь, ведь можно все. Давайте парню денег заработаем. С кого начинает этот продукт? Заработаем все дохит, все дохит, все дохит, все дохит, все дохит, давайте одразу. Бо, мы помнимо за прибуток. Паша, прибуток 10 миллионов евро прибуток. В это время Стасу стало плохо. Это же может быть цель, можем до нее идти, как бы да? Ну, 10, стадион так стадион, 10 так 10, да? Можно один раз хорошо продать 10 миллионов, что вы начинаете, давайте. Теперь, я попрошу, для вас лично это важно. Почему для вас это важно? Что это для вас? Что изменится для вас? Я очень надеюсь, что со мной деньгами поделиться. Ну, я не буду повторять в первых спикерах. Я добавлю, что такая сумма, которую мы положили себе в цель, она точно подразумевает крутые процессы, крутой продукт, крутой фундамент, крутое взаимодействие. Поэтому, ну, крутую команду, да, взаимодействие, понятное дело, это и команда. Поэтому масштабирование, это, ну, это и есть успешная кампания, в моем том числе понимании. Деньги на развитие нужно, низкий, да. Ну, и чтобы не повторять, можно сказать, с точки зрения коммерции, что это такой достаточно амбицийный выклик, вот, и это, на самом деле, интересно. Браво. Для меня еще важливый ролик в фольк-ведагогах. Идиграя не просто отринимать эти 10 миллионов, а сделать какой-то успешный кейс, который приносит амбицийное задоволение для того, что я это сделал, оно работает, и у нас команда, команда разом это сделала. Я думаю, что сталый прибуток, або прибуток X10 или X50 для нас, это еще возможность вырваться из такого стрессового стану, когда ты постоянно заходишь на уровне вырешения операционных вопросов. Смотрите, сейчас, ну, то есть, чтобы эта цель, она случилась, каждый из вас что-то должен поменять, да, в своем направлении, в том направлении, за которое вы отвечаете. И тогда, как если бы игра, это такой, знаете, источник бесконечной мудрости, которая может дать вам очень важный совет или новую идею, или новое видение. По правилам игры участники перемещаются по различным полям, таким как финансы, персонал, продукт и другие. Каждый игрок выбирает аватар и ходит, используя кубик для определения количества шагов. В течение хода участник выбирает карточку с заданием-вопросом и отвечает на него за отведенное время. Чтобы подсветить активному игроку слепые зоны, используется помощник и обратная связь участников. Их полезность оценивается такими наградами, как мозги и сердца. Предлагаю каждому пока выбрать себе аватарчика. Зеленый. Куда ставим? Рандомный лист? Вверху, внизу, справа, слева тот квадратик. В середину прям клопот. Вот сюда? Да. Отлично. Хорошо. Дальше кто у нас? Владимир. Рофтинти. Куда ставим? Крайне справа, который будет. Хорошо, дальше Вадим. Бирюзовый, то, что пролежит от желтого. Оце, да? Тот я хочу куту зверну. Ось тут троечка, другий з них ниже на один. Ось тут чудово. Добре. Далее Ксения. Розовенький. И вот там вот, біля Вадика, сверху. Над головой у него. Вот тут. Ага. Добре. И Стас? Ну, давайте темно-синій. Так, зліва. З самого ліва. Ось тут. Окей. Добре. И туди, так мы будем вам. Так и идем. Как начали? Георгий первый. Георгий, вы готовы? Готов. Георгий. Продакт Овнер. Отвечает за упаковку продукта и операционные результаты. Ну, то есть такая, во-первых, хочется, чтобы у всей команды решить свои финансовые интересы. Финансовый интерес, договориться, например, с этой компанией по поводу дальнейших достижений каких-то целей. Как это будет отражаться лично на льне. Соответственно, даже хочется, чтобы у нас в команде появилось, появилось, ну, общее понимание цели. Вот, ну, короче, чтобы и команда, и я, все понимали, почему мы идем, как это будет сказываться на нас. Мне кажется, в этом есть определенная, ну, важность, потому что вот даже на последних встречах с вашими коллегами, ну, это было прям очень видно, что наша команда не совсем понимает вообще, в чем они делают. Ну, имея в виду, куда мы идем, с какой целью, и мы больше плывем по течению. Ага, отлично. И тогда выбирайте себе помощника на игру. Голова Чука, Володя. Георгий, бросаю, я бросаю кубик, вы говорите стоп. Да, пять. Четыре. Смотрите, вот ваш кубик, вы попали, выбрали себе поле развития и создания бизнеса. Так, сейчас я его включу, это было ваше поле, а попадаете вы, вот четверочка, мы попадаем сюда. Да, и это продукт или услуга. А вы как раз продуктом и занимаетесь, правильно? Угу. Продукт или услуга. Выбирайте 4А, БЦ, ДЕ. Морской вой. Б3. И у вас вопрос, как можно повысить качество? Как готовы, говорите. Я включу таймер. Окей, хорошо. Поехали. Я считаю, что нам нужно повысить квалификацию команды разработчиков. У нас должна быть очень грамотная, люди с опытом должны прийти, те, которые облогичные продукты запускали. У нас сейчас это проблема, то есть проблема с командой Delivery в плане опыта, развития высоконагруженных продуктов. То есть, если быстро качество повысить, то это должен прийти какой-то сеньор Team Lead, который ведет в порядок качество продукта. Все, вам помощники не нужны в этом ответственности. А, помогай, помогай. Не, помогай, Воп, да. Я считаю, что нам необходимо усовершенствовать, два момента подтянуть. Усовершенствовать процедуру передачи требований и идеи до бизнес-аналитика и, не знаю, укомплектовать или вырастить продуктового бизнес-аналитика, чтобы он был действительно аналитиком, а не ретранслятором идей до команды разработки. Чтобы аналитик действительно анализировал, искал возможные решения. Понятно. Пока у меня 13 секунд есть, я считаю, что у нас не хватает экспертизы. Вот я оставлюсь при своем прочем мнении. То есть мы все молодцы и умные, но нам некому обратиться к сеньору разработчику, который скажет, как правильно продукт должен выглядеть. Я... Тогда у нас помощник Владимир. И когда вы слушали Георгия, что вам хотелось там, что вы увидели, что вы заметили? Вот обратную связь, у вас одна минутка будет дать обратную связь на ответ Георгия. Когда вы даете обратную связь, постарайтесь давать обратную связь не на то, что буквально сказал игрок. Попробуйте смотреть контекстно. То есть, например, в каком ключе думал игрок, когда отвечал. Вот, например, что Георгий, сосредоточившийся, фокус его внимания был на качестве разработчиков. А я считаю, что есть еще какие-то зоны, на которые стоит обратить внимание. Мне показалось, что Жора, как человек, любящий и умеющий принимать быстрые решения, очень быстро ответил на вопрос. Действительно попал в одно из самых болевых мест. Но мне кажется, ввиду того, что он принял решение быстро, надо стремиться к Жоре в части принятия быстрых решений, а потом и движение вперед. Но не забывайте о том, что системно нужно все-таки посмотреть и на другие аспекти. Все, у меня обратная связь закончилась. Кого есть что добавить? Что до зворотного связи, что мы не должны зацикливаться самим на людях и их компетенциях, а для того, чтобы повышать качество продуктов, все-таки, более автоматизировать. Что я маю на увазь? Автоматизировать, сделать автотест, сделать какую-то цинку, результат работы той или иной работы. Что рассказал про разработчиков? Я бы сюда добавил архитектора, тим леда стосовно високонагруженности системы. Тому я бы комплексно подходил щодо якости нашего продукта. Хотел бы поводиться с Вадимом, что вопрос, на самом деле, достаточно комплексное. И, на мою думку, персонал, это точно важливо, но также важно следовать за певными тенденциями. Но если мы не проводим анализ рынка, если мы не собираем постепенно фидбэк от потенциальных клиентов, мы следуем за тем, что работают конкуренти, и, скажем так, компания не является достаточно гнучкой структурой, не изменяя свой подход в процессе, то, на самом деле, мы можем и втратить эту качество продукта в будущем. Поэтому, мне кажется, что тут это тоже достаточно важливо, чтобы еще быть таким адаптивным и гнучким, с точки зрения, структурой продукта. Так, ну что, ход у нас завершен. Можем вам раздавать мозги и сердца, единицы мозговые и единицы сердца. Георгий, у вас был основной помощник, Владимир. Ему можно дать от одного до трех сердец. Насколько была полезна его обратная связь, вам помощь, обратная связь, то есть, насколько вам было эффективно? Два. Да, окей, хорошо. И еще у нас есть два человека, которые нам помогали на этот ход. Вадим и Стас. Хотите, им можно кому-то, одному из них, можно дать одно сердце. Можно не давать никому. А нужно выбрать из Вадима и Стаса? Давайте. Да. Давайте Владику. А всем нельзя? Только одно, да, сердечко есть? Да. Я тебе добавлю, смотрите, что показал ответ. Идея быстро, идея качественно. И когда мы обсуждаем какой-то вопрос, в процессе обсуждения мы видим, какие такие скрытые конфликты стоят за формированием этой проблемы. И вот обсуждение этой проблемы, был такой вот раскол по линии быстро и линии качественно. И чтобы достичь ту цель, которую вы хотите, вам нужно этот раскол убрать. То есть, может быть, и качественно, и быстро. Вот я предлагаю, это такая абстрактная идея, но она каким-то образом выражается в ваших ежедневных решениях. Вот. И будет хорошо, если вы сможете заметить, где ваше мышление вот так вот разделяется. А, я сделаю или быстро, или качественно. Или, если это быстро, то это некачественно. В общем, вот между этими противоположностями. И ваша система должна быть и быстрой, и качественной. Первый инсайд записали. Истинный сердец. А еще раз, почитайте, не швидко и не яхнистно. Наоборот, вы не струй и качественно должны быть. Нет, что ты инсайд ловил, Вадик? Разделяйте. Потому что, смотрите, есть такое понятие, как групповое сознание. Когда вы работаете группой над одной целью, у вас формируется отдельный вид сознания. Это не сумма ваших психик. Это вот отдельное групповое сознание, групповое бессознательное. И там точно так же, как в индивидуальном сознании, есть какие-то вот, подникают внутренние конфликты между идеями. Например, разделение. Или быстро, или качественно. Разные могут быть, они сейчас у нас будут проявляться. И эти же такие расколчики, они проявляются в мышлении каждого участника этой команды. Каких-то мелких деталей, да, то есть ежедневно. Всегда дьявол в мелочах. Мы всегда смотрим мелочи. Вот. Поэтому вот здесь мы это обнаружили, можете для себя это зафиксировать и наблюдать, как это у вас разворачивается и пытаться из этого выйти. Стоп. И быстро, и качественно. И быстро, и качественно должно быть. Так, у нас есть еще одна опция, я включаю в это. У нас есть у каждого игрока в конце хода, вот все, что вы здесь наговорили, это ваши, Георгий, это ваш бог, вот все для вас. Вот. И есть у нас еще такая опция, как коучинговый вопрос. На него не нужно отвечать, вы просто выбираете себе, вам дается какая-то фраза, либо там какое-то пожелание, не знаю, не знаю, рандомно что-то попадется. Вы его просто себе можете фиксировать и над ним просто потом подумать. Это по желанию, если хотите. Ну, конечно, хотим, С-7. С-7. Вдруг сейчас там что-то такое интересное стало. С-7. Вы выиграли один миллиард. Так, почему бы хотелось прийти, ну, буду говорить там с себя, начинал с себя, к договоренности, к примеру, там, что наш продукт развивается так-то, так-то, там, достигая вот таких целей, и там, я имею какой-то процент из прибыли, который принесет продукт. Это меня очень будет мотивировать. Ну, это другое отношение. Я, в принципе, стараюсь относиться как максимально причастным и соучастным к деятельности. Ну, когда ты являешься частью этого продукта, то это тебя мотивирует гораздо больше. И, ну, если в других проектах у меня эта мотивация была, поэтому частный ее численно было мне добавлено в лесов. А когда в самом начале там было про коучинговые вопросы, тоже кто-то пошутил, да, что вдруг в этом коучинговом вопросе будет вы выиграли миллиард. То есть как будто бы тоже вот про не совсем понимание пути зарабатывания денег. Вот какая-то здесь такая нестыковка, да, что деньги — это не просто то, что приходит ни за что, а как будто бы нет понимания вот этого обмена. услуги на деньги, товаров на деньги, либо нет понимания ценностей как будто бы продукта, либо, опять же, у своего атлетата, что я уже говорила. Ну вот что-то здесь совсем-совсем такое прям интересное сидит. Субтитры сделал DimaTorzok